Уважаемые коллеги, дорогие студенты, мы начинаем нашу сегодняшнюю встречу, которая посвящена следующим вопросам. К нам приехали гости, которые приехали поздравлять нас с 215-летием Казанского университета, гости, которые приехали поздравлять конкретно нас с 50-летием образования первой в Советском Союзе кафедры охраны природы. Это первая вообще кафедра во всех университетах. И 30-летием образования на базе этой кафедры экологического факультета, который тоже во всей нашей стране был самым первым. Мы собрались здесь для того, чтобы ответить на следующий вопрос. Когда мы рассказываем будущим студентам о том, кем же вы будете, наверное, и вас волнует этот вопрос, особенно первокурсников или ребятишек, которые будут скоро заканчивать университет, и они выйдут на рынок труда и хотели бы состояться как профессионалы на этом рынке. Вот на вопрос, кем же вы будете, и на вопрос, как получить такую работу, и что помогло нашим коллегам стать профессионалами в своем деле, как раз и ответят наши гости. Спасибо большое за то, что вы к нам приехали, спасибо за то, что вы согласились отвечать на мои вопросы и отвечать на вопросы наших ребят, и я думаю, что, наверное, я сразу представлю вам слово для того, чтобы вы рассказали немножко о себе, то есть в каком году вы заканчивали, какое направление вы заканчивали, а потом я задам свои вопросы. Владимир Владимирович, давайте начнем с вас. Сергей Владимирович. Сергей Владимирович, я выпускник экологического факультета Казанского университета 1996 года. Закончил кафедру уже, когда мы распределялись, ландшафтной экологии. О том, где я сейчас работаю или что у меня. Да, 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 и сейчас работаете. Да, собственно говоря, сейчас работаю в ПАО «Газпром», заместителем начальника управления, начальником отдела экологии. Управление у нас называется энергосбережение экологии. Я там в администрации работаю с 2009 года, а в системе ПАО «Газпром» работаю с 2000 года. Если интересно, до этого вот работал в тоже природоохранных, там в Госкомитете по охране природы, но имеется в виду региональном комитете, там Ставропольского края в данном случае, еще в ТСИЗИ поработал экологом, отрезок инженерных строительных изысканий. Это все, ну, еще с 96-го, вот, до, соответственно, до 2000-го. Вот так. Ну, если как туда я попал, тоже могу потом рассказать. Давайте, да, я задам этот вопрос чуть позже. Ольга Николаевна, вам слово. Ольга Николаевна Кривер. Я выпускница, наверное, самая старшая здесь, 1986 года. И я, наверное, единственная из присутствующих, кто закончил кафедру охраны природы биологопочвенного факультета Казанского государственного университета. Соответственно, у нас наша кафедра и выпускники нашей кафедры в первую очередь были востребованы в наших заповедниках, тогда Советского Союза. Вся система заповедная наша, она была, ну, наверное, населена или представлена выпускниками Казанского университета. Это было очень здорово, потому что специалисты наши были высоко профессиональными специалистами в области заповедного дела. Они готовились по специальной программе. Наша кафедра единственная среди всех кафедр биологопочвенного факультета была не научно-педагогического направления, как остальные кафедры, а научно-прикладного характера. Нам давали и законодательство, и в разумных пределах экономику, конечно же, всю историю заповедного дела, ну и, конечно, классические дисциплины, и зоологию, и ботанику, и биологию, и экологию, и всяческие геоботаники. В общем, все, что вы проходите в стандартном наборе классических дисциплин. Но вот то, что нам давали сверх того, это очень было здорово, это нас отличало от всех прочих студентов биологопочвенного факультета. Мы были такой своеобразной элитой, я могу сказать, биологопочвенного факультета, это было здорово. И еще могу сказать, что очень многие наши выпускники работали, тогда был Советский Союз, работали в республиканских и прочих субъектовых министерствах, комитетах по охране окружающей среды. Тогда был Госком экологии, работали в Госком экологии, впоследствии они работали в международных организациях. Я вот сама поработала тоже в Международном союзе охраны природы, тогда было представительство МСОП для России и стран СНГ. Работала я тоже и в заповеднике, начинала с ОКСКОГО заповедника, где существует центр разведения редких видов журавлей, откуда осуществляется реинтродукция для восстановления стерха. Кроме того, у нас и сейчас наши выпускники продолжают работать не только в системе заповедного дела и органах власти в сфере охраны окружающей среды, но и во многих и природоохранных организациях и в коммерческих структурах. И много где востребованы они. Конечно же, хорошо, когда коммерческие структуры приглашают таких специалистов, но не нужно забывать, что вот в первую очередь органы власти, которые очень остро нуждаются в специалистах, экологах. Пока что там очень много юристов, экономистов, даже милиционеров. Но вот экологов там маловато, а готовить правильное решение для охраны природы могут только настоящие экологи. Казанский университет готовит таких специалистов. Спасибо большое, Ольга Николаевна. Руслан Сергеевич. Меня зовут Кузьмин Руслан Сергеевич. Я директор ООЭК Аудит. Фирма моя существует с 2004 года. Поработал я в университете на нашем факультете, сейчас в институте. Возглавлял лабораторию экологического контроля КГУ, потом КФУ. Ну, выбор профессии, это уж мы потом, наверное, обсудим, да? Или можно сейчас? Ну, давайте мы, наверное, начнем с вас. Именно с такого вопроса. Вот что, вы правильно сказали, повлияло на то, что вы поступили на экологический факультет или на кафедру охраны природы. То есть, почему? И каким образом, вот то, что вы, какие вы, то, каким образом, знания, которые вы получали, как вам в дальнейшем пригодилось ли это в вашей профессии? Или, может быть, в университете мы учили, вы учили, и мы учили то, что не нужно совсем дальше, и это тогда нам повод задуматься? Или все-таки это как-то помогло? Ну, в моем случае я закончил школу золотой медалью. У меня были, как говорится, все двери открыты. Наверное, это сейчас как 100-бальник, наверное, да, или 98 баллов. То есть, человек может поступать, в принципе, на любое направление. И изучая, куда мне пойти, чем мне заняться, да, вот когда человек заканчивает школу, все дороги открыты, вот, мне понравилась экология. То есть, в университете в свое время в КГУ были малый физфак, малый химфак, малый филфак, малый кафак. Я их все посещал в последних классах. И, ну, химики занимаются только химией, физики только физикой. Вот. А самый большой кругозор, наверное, дает как раз экология. То есть, это междисциплинарная наука, которая связывает и химию, и физику, и биологию, то есть, и математику. То есть, у нас профильный экзамен на экологический факультет был, и сейчас в институте тоже математика. Вот. Поэтому здесь выбор был именно быть разносторонним человеком. То есть, когда мы обучались, нам говорили, что вы будете экспертами. То есть, будет какая-то задача, какая-то проблема, где нужно будет обладать широкими знаниями в разных отраслях наук. Вот. Поэтому я, скажем, побывал уже во многих местах так называемого экологического бедствия. Вот. Участвовал в судебных экспертизах. То есть, это, на самом деле, очень такая захватывающая вещь, когда знания, скажем, ботаники пригождаются. То есть, ты приходишь на площадку, смотришь, да, то есть, растут однолетники. То есть, значит, было перемещение почвы. Ну и так далее, и так далее. То есть, эти все знания, они составляют некую совокупность человека или профессии эксперта, эксперта-эколога. В 2000 году я прошел обучение и стал аудитором-экологом. То есть, мои заключения, заключения моей организации, они принимаются в суде. Вот. И мы, получается, как некий консультант для предприятий. То есть, какие-то бывают проблемы. Если обратишься в госорганы, они тебя накажут. Самим не хватает компетенции, да. То есть, нужен независимый человек, профессионал. Вот это мне больше всего импонировало в экологии. Но еще не будем забывать, что профессии у нас благородные. То есть, мы, может быть, причислены таким благородным специальностям, как врач, как педагог, учитель. То есть, и многие, кто из вас поступили, тоже у вас какой-то был нравственный посыл. Охранять природу, защищать окружающую среду и делать пользу обществу. Спасибо большое. Ольга Николаевна, что повлияло на ваш выбор? Ну, в первую очередь, я, наверное, с детства знала, что буду биологом. Потом, закончив школу, я уже более предметно понимала, чего я хочу, и понимала, что я буду охранником природы. Но так как в наше время сдавали обычные экзамены, а не аттестаты ЕГЭ были, у нас была возможность поехать сдать экзамены в Москву, что я и сделала. Приехала туда, подаю документы, а там, оказывается, нет кафедры охраны природы. Я засомневалась, туда ли я приехала, но решила на всякий случай, благо, что экзамены разведены, сдать эти экзамены. Экзамены сдала, потом выяснила, что на следующий день я не успеваю дождаться результатов, а на следующий день начинаются экзамены в Казани. Быстренько забрав документы, приехала все-таки на кафедру охраны природы, подала документы. Ну, о чем ни разу в жизни не пожалела. Это была, по-моему, лучшая кафедра среди всех кафедр и нашего факультета, и сейчас уже по прошествии продолжительного времени сталкиваясь по работе с выпускниками разных университетов и разных кафедр, я удивляюсь широте, кругозору вот выпускников нашей кафедры. То есть мы можем нам по силу решение таких задач, которые другие специалисты решить не могут. И сейчас, работая в системе Минприроды России, конечно, у меня, так скажем, передо мной стоят задачи, например, подготовки решений или правовых актов, например, где нужно развивать систему особо охраняемых природных территорий. Только обширное знание всех дисциплин, которые вам дают, может помочь в реальной организации этой работы. Или как правильно вести Красную книгу, какой должен быть порядок ее ведения, какие должны быть критерии, категории для отбора животных растений в Красную книгу, как правильно нам организовать международную работу по спасению редких видов, например, белых медведей тех же самых. А как можно и можно ли в случае нефтяных разливов очистить места обитания белых медведей, не дав просто загубить полностью их? Ну и так далее. Вопросов очень много. И трансграничное сотрудничество, и водно-болотные угодья, и сохранение биоразнообразия в рамках конвенции биоразнообразия. И наши ежедневные оперативные задачи по управлению отдельной, каждой особо охраняемой природной территории, заповедником, нацпарком. Вот спектр задач, которые мы решаем, рассматриваем ежедневно. И конечно же, это сотрудничество и с бизнес-сектором, и с субъектами Российской Федерации, с научным сообществом. Только такое тесное, плотное взаимодействие, ну разумеется, с природоохранными организациями общественными, только такое взаимодействие поможет решить, прийти к консенсусу по многим вопросам и решить поставленные задачи. Иначе они будут однобокие. И сиюминутная задача, например, по социально-экономическому развитию страны, если экологические вопросы не будут присутствовать при принятии решения, не будут поставлены, но не будет им уделяться важное внимание, то наши дети с вами окажутся, ну их средой обитания будет какая-то индустриальная обстановка, сами понимаете. Все это нужно понимать, и только мы можем показать, рассказать, проинформировать общество об этом. Мы экологи. Спасибо большое. Сергей Владимирович, вы работаете в огромном, крупном государственном концерне. Вот когда вы поступали в Казанский университет, думали ли вы, что вы будете администрировать огромные проблемы, процессы в организации «Газпром». Когда вы шли учиться на эколога, что вы ожидали? Светлана Юрьевна, сейчас вообще модно говорить, что человек должен знать от начала до конца, быть целеустремленным, но в моем случае, наверное, все-таки мы были еще, прожили во времена советской власти, обучались немного в другом. У меня была мечта или желание стать лесником, собственно говоря, с детства. И так как я жил в городе, ну, в Черкесе в данном случае, это город, где лесников, вузов, выпускающих такую специальность не было, соответственно, я дальше определил, где бы мне найти специальность поближе, и в силу какого-то просто стечения, то есть желания в этом отношении реализоваться, там, в биологическом каком-то профиле, вот получилось так, что был случайно, опять-таки. Но опять, вот как китайцы говорят, ни один ветер не будет тем попутным, если ты не знаешь, куда плывет твоя лодка. То есть ты, если знаешь изначально, что ты хочешь, потом у тебя появляются какие-то возможности, ты ими можешь воспользоваться. Ну, в данном случае, там, случайно дядя приехал, сказал, вот у нас есть Казанский университет, там есть, там, экологи есть, там еще, ну, как бы есть биологи, пожалуйста, там, приезжай. Вот, и тогда, собственно говоря, выбор-то мой был как раз этим определен в первую очередь, а не желанием попасть куда-либо в корпорацию. И как раз в Казанском университете, я, как сейчас помню, на первом курсе, точнее, еще до поступления на абитурию, я так, между биологией и экологией так вот долго сомневался, просто вот колонка специальности экологов, колонка эта, я так, ну, думаю, экологи, ну, чуть ближе, ладно. И, а дальше, вот, просто вот это желание реализоваться в этой области, оно как-то постепенно привело, опять-таки, в силу абсолютно, ну, определенных, случайных, можно сказать, обстоятельств, но которым, наверное, что-то сопутствовало как раз вот, ну, на работу в данном качестве. Но так кратко я хотел бы сказать, что ведь вот у меня был научный руководитель прекрасный, Тарсуев Николай Павлович, который уже, вот, о нем много говорили сегодня, он меня, ну, как-то, скажем так, напоминал, что не мешало бы закончить диссертационную работу. И я ее, будучи уже в Ставрополе, ну, решил, что, ну, что бросать-то, материал есть, надо ее закончить, и он мне так вот настойчиво это это. И только благодаря тому, что я на той кафедре, появляясь, там, пришел туда с материалом, мне дали компьютер, выделили, я там, поехал материал и собрал по гидрологии, по гидрохимии. И только благодаря этому при поиске преобразовавшейся вакансии в Трансгаз, это в дочернее общество ПАО «Газпром», Кавказ-Трансгаз в данном случае, просто пришел некий начальник техотдела, говорит, у нас отдел там создают, а у вас там экологи есть, он пришел на кафедру, но опять на кафедре знали, что есть какой-то человек, который приходит туда, работает на компьютере и что-то пишет. Они сказали, ну, да, вот есть там выпускник экологического факультета. Он говорит, ну, хорошо, есть там, пусть там материалы даст. Я ему дал это резюме, ну, у меня там был определенный уже багаж знаний в Комитете по охране природы Ставропольского края. Ну и, собственно говоря, таким образом, моя кандидатура заинтересовала эту организацию. Причем время, пока меня там принимали, почти год прошло, за это время я в Тесизе работал, и фактически у меня не было большого желания или там какой-то потребности переходить в Трансгаз. Ну, это поскольку потом меня взяли туда на очень небольшую должность, инженер без категории, то есть это не начальник отдела, вот даже. А потом в течение там 10 лет мы успешно реализовали определенные новые проекты, там и лабораторные комплексы создали, лаборатории, там и служба у нас отлажена была, и сертификация одна из первых в Газпроме по ИСО 14000. То есть мы где-то пошли-пошли-пошли вперед, благодаря всем обстоятельствам и желанию в этой сфере развиваться. То есть мы просто копали вглубь ежедневно. Ну, то есть вот там были лучшими, в итоге мы стали лучшими в какой-то момент в Газпроме, ну, я вот был лучшим экологом, как первый был конкурс на лучшего эколога, я занял это место. А потом просто поступило предложение, я тогда был начальником отдела уже, и поступило предложение от центрального аппарата ПАО «Газпром» в силу наличия вакансии попробовать себя. Я сказал, ну, если вы хотите, я могу, хотя мне и там хорошо. Ну, то есть, в принципе, ну, вот таким образом я переместился в центральный аппарат. Ну, то есть, это не значит, что я изначально, поступая на экологический факультет, мечтал попасть... Я даже не знал, чем занимается эта организация, откровенно говоря, когда я вообще туда попадал изначально еще, ну, в дочернюю компанию. То есть, ну, Трансгаз, хотя он оказался очень интересным Трансгазом, 12 месторождений, там было ПХГ, самое крупное в мире, 12 миллиардов газотранспортная система. То есть, очень интересный, 8 субъектов федерации. Ну, то есть, хорошая была, ну, интересная работа, и до сих пор она очень, мне кажется, очень интересной. Так что, я в этом плане... Просто надо что-то хотеть самореализоваться, и вот идти, 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 а дальше там как-то она выводит жизнь. Да, действительно, вы, наверное, я как раз сижу и думаю о том, что вы, наверное, счастливые люди, потому что, во-первых, вам не обидно, что вы проучились в университете, и это было все зря. То есть, вы работаете по специальности, и эта работа для вас интересна и приносит удовольствие. Поэтому я могу сказать, что вы счастливые люди. Я хотела бы немножко отойти от вашей работы и задать такой вопрос, который, наверное, студентам будет интересно. Не секрет, что студенческие годы, они самые веселые, самые запоминающиеся. Не секрет, что друзья на много-много лет, которые остаются с вами, это друзья из студенчества, немножко из школьного возраста, но в основном это из студенчества. Это такое студенческое братство, которое, если у вас возникает какой-то вопрос и нужна помощь, вы всегда можете обратиться, по цепочке передадут, найдут специалиста, чтобы там помочь и так далее. А не могли бы вы вспомнить какие-нибудь самые яркие моменты, самые интересные моменты? Может быть, что-то из общения с преподавателями, которое было, ну или просто из вашей студенческой жизни, которую вы всегда вспоминаете. То есть вот когда я говорю о своей студенческой жизни, я, конечно, в первую очередь вспоминаю летнюю практику. Не забыть житье в палатках, хождение в 6 утра, слушать птиц, когда ты перед этим в 3 утра только лег спать, а тебе надо услышать, попытаться понять или увидеть, когда не открываются глаза. Это самое первое, что вспоминается, потому что потом начались лаборатории, лаборатории. Отлично, интересно, незабываемое чувство, когда ты понимаешь, что у тебя получается эксперимент, когда это ощущение, когда вот какой-то сбывающейся мечты в вашей жизни было такое, чтобы вот в студенческой жизни и вот именно такое представление задумались. Ну нет, нам было много, в плане экологам повезло, конечно, потому что когда вот закончил школу, через некоторое время встречаешь одноклассников, кто-то, значит, учился в авиационном институте, кто-то финансовом, который сейчас, кстати, тоже КФУ, вот, и слушаешь и понимаешь, что у нас самая насыщенная, веселая, интересная студенческая жизнь. Вот, то есть два месяца практики летом, это мало у кого есть, вот, это заповедники, то есть у нас практики проходили в заповедниках, где, как говорится, дикую природу можно ощутить в полном объединении, так сказать, вот, и это действительно незабываемые вещи. Ну, я, наверное, назову несколько случаев, они для меня все очень интересные, яркие и по-прежнему очень живы в памяти. Ну, да, абсолютно согласна, наша жизнь экологов, она просто ни с какой другой специальностью не сравнится. Ну, мне повезло, я проходила практику в питомнике редких видов журавлей, и через мои руки прошел первый в России родившийся, вылупившийся птенчик японского журавля. То есть вот я его выращивала, это был мой подопечный, это уникально. Второй случай, очень интересно, на летней практике в Раифе, наверное, многие из вас проходили эту практику, мы проходили ботанику, геоботанику, и в том числе виды, занесенные в Красную книгу, и в моей группе был молодой человек, такого высокого телосложения, такой очень мощный, всегда бодрый, с таким позитивным зарядом, и как-то он говорит, Татьяна Владимировна, много ли у нас на территории Раифы краснокнижных видов растений? Ну, Татьяна Владимировна говорит, вот столько-то видов, но каждое нужно определять, потому что нужно уточнять, занесено оно в Красную книгу или нет. Ну, буквально через полчаса приходит этот Рамиль, несет растение, говорит, Татьяна Владимировна, я думаю, это ятрышник, и называет видовое название, говорит, он занесен в Красную книгу? Ну, это вот до сих пор мы вспоминаем. Это краснокнижное растение? На что Татьяна Владимировна ответила утвердительно, Рогову я имею в виду. Очень интересно, у нас проходили семинары, вот сегодня я уже вспоминала, что у нас не было персональных компьютеров, у нас не было программного моделирования и прогнозирования, но у нас были ролевые ситуационные игры, где нам давали вводные, мы предлагали наши проекты решений, на что ведущий, то есть преподаватель, в том или ином случае говорил, хорошо, столько-то баллов ты получил, причем должна стояла какая-то задача, так решить, допустим, тут особо охраняемая природная территория, тут какой-то завод, тут река, сброс в реку, там минус столько-то баллов и так далее. То есть ты должен был предусмотреть такое решение, чтобы не выйти в минус и, соответственно, спасти природу. И мы находили иногда такие решения, которые, в общем-то, сами преподаватели признавали очень творческими и позитивными, которые нам давали колоссальное количество баллов. Это без всяких компьютеров, без всяких прогнозирований. Но, тем не менее, конечно, мы очень завидуем, наше поколение очень завидует вам, потому что у вас, конечно, колоссальные возможности технические, инновационные. И, конечно, это летняя практика, которая вот настолько... Да, это песня под гитару, да, это наши парочки, которые образуются, и многие, которые идут по жизни рука об руку, это тоже со студенчества. В нашей группе тоже сложилась такая пара. То есть это, наверное, обычная студенческая жизнь, которую ты вспоминаешь всю жизнь. И, конечно, когда приходит беда, у нас было тоже таких нескольких случаев. Например, у одних одногруппников, там вот как раз у этой пары сгорел дом, потом всем миром, в том числе группой, скидывались им и как-то выручали, устраивали кого-то. Кого на работу, в общем, давали какие-то средства. То есть всё было, и это вот студенческое братство, оно будет с вами дальше по жизни. Ну, если, конечно, группа нормальная. Я думаю, что у экологов других не бывает. Сергей Владимирович, вы в самом начале сказали, ой, можно что вспомнить, да? Конечно. Я хотел согласиться, что у экологов, мне кажется, одна из самых интересных и насыщенных студенческих жизней. И как раз она связана и с практикой, и с общежитием, если люди проживают в общежитии. То есть все мои яркие такие впечатления. Да, конечно, много впечатлений. Они не для камеры, но яркие. Но хотелось бы пару таких тоже интересных вспомнить. Это одно из них. У нас такой был двигатель, тоже Марфин Вадим. Ну, наверное, вы его хорошо знаете. Он тоже выпускник нашего. Вот он все время нас куда-то предлагал что-то там пойти в походку. Мы благодаря нему многократно выбирались. Чаще всего мы, это все было с приключениями, где-то мы умудрялись заблудиться, долго ходить, но было весело. А в какой-то момент он у нас на весенние майские праздники сказал, вот есть такая версия, по-моему, Попова, что в Печищенских пещерах зимуют летучие мыши. И никто, вот он когда-то там этих мышей видел, и надо бы по весне сходить и проверить, действительно мыши там есть или нет. И мы тогда, вот Радик Гореев, Дамир, по-моему, Мефтахов, Дамир Шакерзянов и я, значит, мы в общежитии живем, и Марфин, соответственно. Мы все, мы сказали, окей, мы идем, все, собираемся. Взяли одну пенку на всех, одну палатку и поехали туда. А, и перед выездом выяснилось, что Марфин все, заболел. Ну, а мы уже все собрались, ну, майские праздники, надо ехать. Ладно, поехали до Соролов. С Соролов пошли через Волжско-Камское водохранилище, сколько там километров по льду. Подходим, уже темнеть начинает, подходим к пещере. Пещера там где-то недалеко, думаю, ладно, ну, с утра пойдем в пещеру. Что сейчас-то, ставим палатку в снег, там снега было много. А накануне была оттепель, а ночью заморозок пошел. И, как мы ни пытались, костер развести оказалось невозможно, потому что все обросло тоненьким, тоненькой корочкой льда. Мы часа два-три, находясь рядом с этой палаткой, замерзая, вот один там вот так вот пытается этот костер развести, другие там друг друга греют, там какой-то спарринг устраивают, пытаются согреться. Ладно, поняли, костер невозможно, забились в эту палатку, там сухое горючее поставили, хлеб замерз, вода замерзла, тушенка не замерзла. Ладно, погрели тушенку, съели, надо спать. Одна пенка, значит, холодно, один-то посредине еще там более-менее, это ладно там, как-то лежим, не спится, холодно. Думаем сейчас точно о коленду. Я говорю, ну что, ребят, ну что уже это, ну терять-то, ну пойдем уже в пещеру, там все равно темно, какая разница, днем или ночью, ну это, ну уже там 12 ночи или сколько. И мы в эту пещеру заходим, а в пещере, оказывается, зимой и летом 10 градусов, тепло. По нашим уже внешним меркам мышь туда, в эту пещеру, прошли в этот маршрут, нашли эту мышь, я ее, соответственно, в карман туда засунула, пригрелась, то есть уже пищит. Еще полезли там грот дождей, мы были второй раз в пещере, и в тот раз, когда в гроте дождей, в ложбинку видел, ну случайно увидел, а там такие мелкие личинки черненькие, не беленькие такие. Ну, а в этот раз опять в грот дождей, опять, а весна же, я думаю, откуда эти личинки, ну казалось бы, это, ну мух нету там, да, думаю, может опарыши там, ну что-то мелкое такое. Я эти личинки тоже взял в баночку и все, и мы, значит, это, потом мы так посидели хорошо перед выходом из пещеры, согрелись, вот, и утром часиков в 6 пошли обратно по льду. Ну, и вот мы, значит, мышь с собой привезли, значит, фактически, вот, очень хотелось пить, хотелось чай почему-то с сахаром, да, очень хотелось, да, потом несколько кружек, в общем, мы благополучно, ну, сейчас оценивая это, думаю, мы там вообще замерзли в какой-то момент, ну не замерзли, нам повезло, приехали сюда, отдали мышь там на биофак, ее, к сожалению, там, как-то вот препарировали, определили, что вид вот прямо тот самый, который когда-то кто-то там сказал, что зимует, значит, зимует, ладно. И эти личинки я им тоже отдал, говорю, там, посмотрите, что это за звери такие, ну же эти насекомые, да, или как они, вот, они определили, они говорят, вы знаете, это чисто пещерный вид, без глаз, живет вообще такие, только где-то в Средней Азии один раз, там, то есть это со времен еще морей, когда море там было, потом ушло, или там как-то так, вот эти личинки там вот, да, ну, правда, наверное, нигде это там не зафиксировали в наших, да, но тем не менее, это вот такая была история, вот, а вторая, я уж, ну, вот, просто вроде открытие было, и риск какой-то был, и вспомнить есть что, и вот сейчас вот мы с удовольствием вспоминаем эту историю, нам... Мышку жалко. Да, мышку жалко, да, ну, она вот где-то здесь, скорее всего, но она, да, вот, да, я пострадавшая была. А вторая, вот, Зуфар у нас, это, да, тоже Марфин, кстати, говорит, давайте денег заработайте, идите, описывайте крайние эти особо охраняемые природные территории, ну, где-то там в Буинском районе, а Зуфар родом оттуда. Мы же это решили взяться за это дело, и эти территории, в общем, не помню, что мы там ОПТ нашли или нет, но мы их, ну, то, что мы увидели, то мы вынесли в натуре. Границы установили, до сих пор сомневаюсь, что это было то, что нас, зачем нас туда вообще послали. Ну, мы, тем не менее, этот паспорт составили, нас было много, в общем, мы тоже посидели возле костра, и когда в палатку забивались, а там был Володя Кожевников под два метра, Зуфар вот Юнусов, тоже немаленький, еще был парень, я, я был самый маленький, в общем, у всех остальных торчали ноги из палатки. В общем, и когда утром мы проснулись, я понял, что у нас снег выпал, и почему-то все вот, кто, у кого ноги были наружи, там все это в снегу, вот, и потом мы вот пошли в Буинск, там хорошо отъелись, вот, ну, было весело, так как-то. А еще был один такой случай, это уже не с нашего кафедры, это легенда нашей, не с нашего выпуска, это легенда нашей кафедры. У нас многие занимались экологией, но применительно либо к растениям, либо к грибам, либо к животным, и один из студентов кафедры занимался экологией грибов, изучал он древесные грибы, и, соответственно, недалеко от, соответственно, как это называют сейчас заведения, ну, психбольницы, стоял забор, и рядом стояло дерево, на котором росли столь вот изучаемые грибы. Соответственно, он залез на дерево, а мимо проходила охрана этого заведения, спросил молодой человек, что вы тут делаете? Он говорит, да, я тут грибы собираю. Ну, после чего его долго вызволяли из этого заведения с привлечением нашего преподавательского состава. Этот легендарный случай, я думаю, должен знать каждый эколог. По-моему, даже нам эту историю рассказывали про грибы. Насколько я знаю, сегодня вышел репортаж в газете, и там тоже было про грибы. Видимо, это действительно легендарная история. Я хотела бы вас все-таки вернуть к серьезному, и прежде чем ребята зададут какие-то их интересующие вопросы, причем я сейчас смотрела на них и видела, как только вы говорите про практику, студенты, которые учатся на старшем курсе, понимающие, улыбаются, и у каждого есть своя история. А вот студенты, которые с первого курса, они вас слушают и пока, наверное, еще не очень понимают, потому что практика у них будет летом. Поэтому вы все испытаете на себе. А сейчас я хотела бы вернуться вот к какой теме. Когда вы учились, экология была непосредственно сопряжена с охраной природы. Не случайно ведь говорят, что экология — это как бы фундаментальная наука, а охрана природы — это ее реализация как прикладное действие, активность и так далее. Сейчас экология природопользования, конечно, поменялась как наука, при всем при том, что охрана природы, заповедники — это все осталось, но сама наука стала шире. Вот сейчас у вас с высоты вашего возраста, с высоты ваших профессиональных знаний. Как вы себе представляете, что должен делать эколог? Что такое экология? И как она будет развиваться дальше? Вы фундаментальные вопросы задаете. Попробую ответить. На мой взгляд, сейчас существует такая проблема, связанная с экономикой. Потому что экология, мы говорим о прикладной части ее, касающейся предприятий, где нужно закладывать какие-то ресурсы, финансовые прежде всего. То есть предприятие производит продукцию или оказывает услуги какие-то, соответственно, у них есть загрязнение. Им нужно потратить какую-то сумму, чтобы эти загрязнения минимизировать. Или применить какую-то технологию, где этих загрязнений будет мало. Или их вообще не будет, предположим. И, соответственно, каждому предприятию нужно закладывать в бюджет эти деньги. Соответственно, их продукция понесет дополнительную добавленную стоимость. И она выйдет на рынок. И она уже может проигрывать той продукции, которая выпущена с нарушением экологических норм. То есть все это мы с вами наблюдаем на внешнем, на международных рынках. То есть если, скажем, правительство какой-то страны наплевательски относится к экологии, к охране окружающей среды, оно заинтересовано только лишь в наполнении бюджета, в развитии экономики, то продукция у них получается относительно дешевая, но не губит свою природу. И вот не случайно, или как случайно, буквально сегодня, вчера я новость прочитал, что Еврокомиссия приняла закон или нормативный акт с 2000-х годов, 2020-2022 года, это бытовая техника будет оплодать определенным сроком службы. И она должна быть ремонтно пригодна. То есть мы сейчас живем в эпоху одноразовых вещей, то есть когда мы попользовались каким-то там прибором, там бытовым или тем же гаджетом, и выкинули его. То есть на самом деле на этот прибор были затрачены ресурсы, энергия, сожгли там газ, нефть, получили эту пластмассу и прочее. И мы ее просто выкинули, и все. То есть нанесли вред окружающей среде. И здесь мы вот переходим как раз на экономику. То есть должна быть некая взаимосвязь. И в самом слове экология и экономика один корень. И когда у нас поменяется парадигма развития, то есть главное будет не получение прибыли и денег, а именно сохранение природы, или найти какой-то баланс, тогда возможно у нас как-то мы к некой гармонии перейдем. Вот по-моему, вот это вот фундаментальный вопрос, который сейчас стоит перед человечеством и перед нами в частности. Но вот если мы опустимся ниже, то есть нам всем нужны какие-то усилия. То есть, например, сейчас вот кто в лес выезжает, вы выезжаете, вы все берете мусорные пакеты, складываете мусор. Да, вот раньше этого не было. То есть раньше, дай бог, закопают и уехали. Сейчас уже люди приезжают, собирают, вывозят. То есть определенные усилия. Или, например, мы собираем батарейки, или макулатуру. Это тоже ведь усилие. То есть мы какие-то усилия. И вот так по цепочке, на самый верх, на предприятие, на государство, вот эта идеология экологическая, она пробивается. И вот следующая экономика, я думаю, будет как раз уже с двумя приставками эко, скажем так. Спасибо. Ваше мнение, Оля Николаевна? Я абсолютно согласна, что будущее экологии, оно, конечно, на стыке экологии с другими, ну так скажем, либо науками, либо направлениями. И с экономикой, конечно, и с правом, в первую очередь. Потому что неподкованный эколог, с правой точки зрения, который не может предложить правового решения вопроса, это не эколог. И хотел бы сказать о следующем. Вот раньше, еще, наверное, ну лет 50, может быть, назад, все-таки экология была очень рафинированная. Она была зеленая экология. Позже наступил век такой коричневой, индустриальной экологии. Вот сейчас очень важно при той развитой индустриальной экологии, потому что посмотрите, сколько у нас экофаков, на что направлены решения задач этих экофаков, куда идут работать выпускники экофаков. В первую очередь, это производственные департаменты, отделы коммерческих компаний, каких-то лабораторий. Но это все связано либо с очисткой, либо с мусоросжиганием, либо переработкой. Либо еще, это здорово, нефтепереработка, это все замечательно. Но при этом индустриальная экология оказалась впереди планеты всей. И мы немножечко забыли о зеленой экологии, о том, что есть те самые наши нетронутые пока еще территории или малонарушенные территории. Те самые животные и растения, которых, если мы не сбережем, они выпадут из этой экосистемы. И мы уже не сохраним этот мир в таком виде для нашего будущего. Поэтому очень важно на стыке экономики и экологии для зеленой экологии получить какое-то новое направление. Важно посчитать экосистемные услуги и показать, сколько вот эта природа реально дает вклады в наши с вами, так называемые, как говорят, что называются наши взрослые политики, валовый продукт. Где та самая часть? Сколько стоит реальная экосистема или лесной массив, или вот этот луговой биоциноз? Потому что те методики, которые позволяют это сделать, пока что не дают полной картины. Но уже сейчас можно представить, что это далеко не те средства. И они сопоставимы с прибылью, которые получаются компаниями при использовании природных ресурсов на этой самой территории. Поэтому в том числе ваша задача суметь оценить тот природный ресурс, которым мы сейчас владеем. Потому что эта задача еще не решена. Здесь нужны новые разработанные методики для того, чтобы оценить каждый природный ресурс. И еще, что касается компаний. Конечно, экология и эколог в первую очередь должен думать о том, как сохранить нашу природу от нашего же с вами экономического развития. Ну, не секрет, мы никуда без развития социально-экономического не пойдем. Нам нужна нефть, нам нужен газ, стране нужен уголь для развития и так далее. Но уже сейчас наиболее прогрессивные компании разрабатывают корпоративные стратегии по сохранению бирознообразия. И основами, основополагающими принципами этих программ являются первое, предотвратить ущерб, второе, его минимизировать, третье, восстановить нарушенные экосистемы. И если все это, насколько возможно, решено, то компенсировать тот ущерб, который компания нанесла. Вот эти четыре кита — это основные принципы программы наиболее прогрессивной компании. И надо заметить, что все наши передовые крупные компании — «Газпром», «Роснефть», «Лукоил», «Соек», «Новотек» и так далее — они все разработали такие программы и задача экологов тоже, которые придут в управление, в управленческие организации, органы власти, как-то управлять деятельностью этих компаний так, чтобы их стратегии сохранения или корпоративные программы сохранения бирознообразия действительно решали поставленные вопросы. Они были просто так вот для, что называется, отвода глаз. Это, я считаю, вот те самые направления, которые в ближайшем будущем будут востребованы. Сергей Владимирович, Ольга Николаевна очертила будущую деятельность крупных компаний. Так ли это? И как вам видится будущее экологии? Хотел бы добавить, что о междисциплинарности экологии уже говорили о том, что вообще вот это достаточно много именно базовых, фундаментальных знаний должен обладать эколог. Так вот, мое мнение, что есть предмет охраны, это вот и есть способ охраны. Предмет охраны — это вот как раз вода, ну то есть составляющие природной среды. Это вода, воздух, почва, растительный, животный мир. То, что в классическом понимании это воспринимается. На каждой из этих объектов есть возможное их негативное влияние. Это химическое, физическое и другие. Вот эти вещи, с моей точки зрения, их не получишь на производстве, их не получишь потом в жизни уже повседневной. Это вот как раз, с моей точки зрения, тот багаж знаний, который очень важно получить как раз в университете в процессе обучения. Это то, что позволяет потом, когда ты уже приходишь на производство, в государственный орган, в любые там структуры, связанные с международными или там законодательными какими-то вещами, ты уже потом преломляешь вот эти уже способы охраны, то есть подходы к охране или учишься им в ряде случаев. Может, там в университете этому можно научить, но просто это еще больше спектр тогда приложений, усилий. Ты уже чаще всего этот, это ты уже проходишь, ну, можешь проходить, по крайней мере, уже на производстве, ну, или там в той, в работе, в процессе обучения. И как раз этому ты учишься, исходя из того места, куда ты после получи базового образования пришел работать. Будешь там в лесничестве, значит, у тебя больше знаний по способам охраны лесов возникнет. Если ты-то в производственной сфере, их множество опять-таки, то ты будешь знать именно ту технологию, связанную с этим способом охраны именно в этой сфере. Этому можно научиться. Но вот мое мнение, что почему важно иметь базовое, хорошее, экологическое, фундаментальное образование, как раз вот оно такое, междисциплинарное в том числе, потому что вот это как раз позволяет в дальнейшем на любой вызов, который возникает, будь то в какой-нибудь политической плоскости, иногда ангажированный, иногда может это даже какой-то передел рынков с помощью в том числе и природоохранных, скажем так, инициатив, такое тоже встречается. Или повседневная деятельность, прикладная, то ты как раз, вот эта база тебе позволяет иметь и базовые знания, и какое-то даже моральное право, или какие-то вот для того, чтобы правильно обратную часть выстроить. Поэтому я предполагаю, что, в общем-то, вот это базовое, именно фундаментальное, экологическое образование в фундаментальной сфере, оно с точки зрения образования, оно вот самое важное, с моей точки зрения. А дальнейшие уже места работы, они позволяют, ну, при наличии хорошего образования и хорошего вуза, иметь, ну, при прочих равных, скажем так, преимущества. Да, потом, конечно, с опытом работы у тебя уже появляется именно багаж каких-то, бэкграунд такой, вот, ну, прочие какие-то твои проекты, заслуги, которыми ты уже можешь апеллировать в дальнейшем. И, наверное, именно, но все равно базовые знания, они все равно требуются. То есть, все равно вот в каких-то повседневных задачах, периодически, вопросы по химии возникают, вопросы по биологии возникают, вопросы по гидрологии, всем вот базовым знаниям, они периодически возникают, и человек, имеющий как раз хорошее базовое экологическое образование, он может в любой момент, ну, сориентироваться в этой плоскости, а не провалиться, и, да, вот этот момент я хотел бы просто как-то в своем мнении. Насколько я понял и соглашусь, Сергей Владимирович, вам повезло, что вы учитесь в Казанском федеральном университете. То есть, в свое время у нас университет был один, и были институты. Вот. Разница, на мой взгляд, в академичности образования. То есть, у вас классическое академическое образование. То, о чем говорит Сергей, связано с тем, что мы учимся, как учиться. в вас заложили определенный фундамент, определенные основы. Вы пошли куда-то работать. Вы не растеряетесь. Вам дадут какую-то задачу, которую вы не проходили. Вы возьмете учебник, возьмете интернет, поедете на какие-то курсы, найдете наставника, получите навык, опыт, знания. То есть, вот это как-то, не знаю, во время обучения в университете это как-то вот с кровью впитывается, и мы уже ничего не боимся. У меня на практике есть такой опыт, то есть, в мою организацию приходят выпускники разных вузов, но пытались мы работать с выпускниками технических вузов, нисколько не умаляем их значение. То есть, у них образование часто специфическое по экологии, то есть, они работают, например, с аппаратами по очистке газа, например, или с очистными сооружениями. То есть, если вам даже задачу начертить, предположим, вот очистные сооружения, вы сейчас не сможете. Но вы возьмете, как вот мы, например, окончим курсы автокада, прочитаем все последние там журналы водоотведения, водоочистка, поедем где-то еще поучимся, и через там года-два мы уже вот эти, вот этот чертеж, вот эти очистные сооружения, мы вам запроектируем. Потому что мы знаем, как эта система работает, как работает там биота, как работает там механическая очистка и прочее-прочее. То есть, это вот ваше огромное преимущество. И у меня сейчас получаются все выпускники Казанского федерального университета. И более того, я вам скажу, что вот мои коллеги, вот у УЗФАРа лаборатория занимается экологическими исследованиями, мониторингами, производственным контролем. у них преимущественно выпускники химического направления Казанского федерального университета. Потому что люди научились учиться. Они приходят и что они знают, они набирают уже сами. Вот это главное преимущество. Спасибо вам, пап, за добрые слова. Ребята, коллеги, у вас есть какие-то вопросы? Имеете возможность Да вы не стесняйтесь, спрашивайте. Имеете возможность попытать. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Мы много говорили про то, что студенчество — это лучшие годы. А что для вас было самым сложным во время вашего студенчества? Ну, попробую я ответить. То есть мы с Сережей выпускались в 96-м году. И наше обучение попало в так называемые 90-е годы. И вот эта определенная там неустроенность, которая была в государстве, она отражалась и на нас. Вот. То есть, ну, зачастую приходилось и где-то там работать, подрабатывать. И, понятное дело, как-то даже, по-моему, у нас были какие-то даже выступления каких-то студентов. И после этого нам всем талоны дали. Мы ходили в столовую, кушали там пару месяцев. То есть, вот как-то даже вот так было. То есть, старшие курсы говорили, вот мы езжаем на практику, нам дали денег вот столько. Мы купили барана, сделали шашлык. Нам дали макароны, которые разваливаются. Ну, то есть, как у нас, как выпускника-медалиста школы, с учебой ничего не напрягало, да? Нет, учиться у нас достаточно легко. То есть, и интересно. Вот самое главное, интересно. Сегодня вы пошли на физфак, я имею в виду здание, там вы поставили опыты с электричеством, там что-то там сделали. Потом вы идете на химфакт, там органика-неорганика. После этого идете в биологическую часть, там что-то, значит, у вас. То есть, вам скучать не придется. Спасибо. Ну, я могу, например, рассказать, какие сложности, может быть, это не совсем проблема, а просто сложности, которые преодолевались. Вот моя учеба пришлась на, ну, фактически, с 81-го по 86-й год. Мы начинали, что называется, при советской власти, а 86-й, это когда уже время смуты, когда уже ни продуктов, ничего не было в магазине. Вы не представляете, студенчество выживало, как могло. Это одна посылка на общагу. Если вот я жила в Казани, так, соответственно, у меня каждую неделю полгруппы всегда была в гостях, и единственная курочка раздиралась на куски моментально. Курочка непонятно мне, откуда родителями доставалась, но это было периодически, когда в магазинах ничего не было. То есть, но это, наверное, тоже не проблема и даже не трудность. Это вот вспоминается просто как специфика той жизни. Проблемой было распределение, потому что уже вот к концу нашего, к концу нашей учебы, хотя и оставалось формальное распределение по каким-то организациям, но к этому времени мы могли получить и надеяться только на педагогическое какое-то направление. А это было совсем не то, чему мы учились и чего мы хотели. Поэтому приходилось искать самим себе работу. Я не думаю, что это сейчас вопрос для вас, потому что каждый из вас, наверное, уже знает, куда он пойдет и давно уже распределение конуло в лету. Нет такого, наверное, понятия сейчас. Но, тем не менее, вот были какие-то интересные вещи и сложные. Зато у нас было точно, абсолютно было такое преимущество, что мы имели право сдать экзамены досрочно и уже где-то в середине мая абсолютно точно все освобождались от этих сессий и до практически начала октября уезжали на практику. Это уже на старших курсах. В какой-нибудь заповедник, там все. И практически полгода ты там мог... Нас устраивали тогда даже на какие-то ставки, там, младшие птичницы, старшего лаборанта, какого-нибудь еще. И это здорово помогало. Деньги отдавали все в заповедник, потому что на эти деньги развивался заповедник. Они тогда тоже не имели никаких средств. А мы растворяли в воде какие-то быстро растворимые супчики из пакетиков. Но это тоже не было проблемой совершенно. Но вот такая была специфика у нас. Сергей Владимирович. Да, ну, я тоже вот сижу, вспоминаю, что были проблемы. У нас единственная проблема почему-то считалась, ну, и действительно, это сдать Евтюгину мониторинг где-то там на третьем курсе. Вот почему-то... Да, вот именно у Евтюгина и мониторинг, вот это считалось сложным. И действительно были у него лекции, которые надо было подробно записывать и прямо точно отвечать на экзамене. Да, там именно вот способы мониторинга, ну, то есть всякие биотестирования там и другие. Это сложность, но она такая, ну, прошли как-то, выжили. Да, конечно, вот то, что коллеги уже сказали, это вот времена, когда уже Советский Союз неожиданно закончился. Причем, я же живя в общежитии, у нас радио на первых днях перестало работать, и телевизора не было все пять лет. Мы единственное, у девчонок, чьи ПДЛ спешат на помощь, ходили посмотреть раз в неделю. Это показывали тогда. Вот, так вот, пришел, сейчас помню, кто пришел, по-моему, Дамир, в общем, сказал, ребята, вы знаете, что уже месяц, как нет Советского Союза, а был девяносто первый год. Мы сказали, Дамир, ну ты чего, Советский Союз, ну как, он навсегда, он такого быть не может. Он говорит, уже месяц его нет. В общем, мы ему сперва не поверили, но потом действительно оказалось правдой. Вот, и в связи с этим, безусловно, весь, все наш период были определенные бытовые какие-то эталоны, и есть почему-то, всегда не хватало еды, не хватало, где можно было поесть, мы это делали с удовольствием, где можно было там подработать и на стройке, и на стеклении, там, лоджик, там, мы ходили, все работы были, но это было, вспоминается действительно как такое приключение, которое мы переживали. Еще хочется сказать, тоже вспомнила, как веселое приключение, сейчас это, наверное, можно вспомнить с гордостью, тот самый уникс, где сегодня проходило празднование 50-летий кафедры, строили мы, студенты, то есть мы тогда таскали какие-то кирпичи, какие-то камни, это у нас была обязательная работа после занятий, то есть вот сейчас проходишь и думаешь, боже ж ты мой, ведь все-таки построили этот уникс, вот, то есть это, с одной стороны, гордость, я тоже помню, спасибо большое, давайте еще один вопрос, у нас уже время. Здравствуйте, вас невероятно интересно слушать, и спасибо за такую возможность институту, мы являемся третьекуртиками, и такой вопрос, исходя из-за своего опыта, из-за своего багажа знаний, какой вы можете дать нам совет, выпускникам? Спасибо большое, это вот как раз то, что я хотела спросить, коротко и очень емко, вот ваш совет и пожелание. Давайте я начну, как сам, давайте, старшинство, определитесь с темой, чему вы хотите посвятить жизнь, и дальше наметьте себя 10 шагов к успеху, и следуйте ему, никуда не отступайте, у вас все получится. Я скажу из своего опыта, когда читал лекцию и вел практику студентам, 87-88-го годов рождения, это был прикрождаемости в Советском Союзе, и вот они мне жаловались, то есть мы уже с детского сада в такой конкурентной борьбе, у нас там куча классов и так далее, и вот мы не знаем, что и как. И вот они мне написали, вернее, мне нужен был сотрудник, я взял вот 80 было человек, 80 человек было на потоке, я взял, значит, их все резюме, позвонил каждый, или каждому, и все они были трудоустроены. То есть мой вам совет, не бойтесь, тем более вам везет, вы выпускники, или как это, рожденные в период демографической ямы, наверное, вот, вы найдете работу, вы реализуетесь, вы будьте уверены в себе, вот, не зазнавайтесь, конечно, но, то есть не надо бояться жизни, вы ходите в жизнь, у вас все будет хорошо. Ну да, я тоже хотел добавить, что, в общем-то, надо чего-то хотеть, хотеть себя реализовать в какой-то сфере, ну, если любить это дело, и дальше в этом отношении себя реализовать. Я хочу только добавить, что, дорогие студенты, у вас сейчас уникальная возможность, когда вам в свободное от работы время, дают знания, ну, фактически, я бы сказала, за бесплатно, даже тем, кто вне бюджета, все равно, вы уже заплатили, пользуйтесь этим, берите по максимуму все, потому что вам читают лекции, преподают на семинарах, уникальные педагоги, получайте от них все, что можно, потому что они не вечны, и знания их когда-то закончатся, вот быть тем самым звеном, которое подхватит эти знания и понесет дальше, это ваша задача и ваша, ну, в общем-то, цель в жизни. Берите побольше все, что можно взять в университете. Присоединяюсь. Все абсолютно пригождается в жизни. Все. Все пригодится. Спасибо большое. И среди прочих я наткнулась на такую фотографию, где-то, наверное, 83-85 года, видимо, идет семинар, стоит студент, докладывает, за его спиной плакат, на нем написано, почему студент Гарварда выбивает знания из профессора, а наши нет. Прошло 30 или сколько тут лет. Я хочу спросить, почему? Давайте выбивать знания из профессоров, теребите их. Ну, выбивайте знания, и тогда действительно, как говорят уважаемые наши спикеры, у вас все получится. Спасибо большое. Нам очень приятно было сегодня с вами беседовать, потому что я искренне считаю, что человек, который работает с природой, человек, который работает с окружающей средой, человек, который ее пытается сохранить разными способами. Мы говорили, что экология сейчас и охрана природы разные. Это человек неравнодушный. Это человеку, которому не все равно, что останется после него. Ему не все равно, как будет дальше развиваться наша планета. Поэтому большое спасибо за то, что вы верны своей профессии. Спасибо вам за то, что вы используете все преимущества вашего образования, которые вы получили в Казанском университете. И спасибо большое за то, что вы делитесь вашими знаниями и опытом с нашими студентами. Спасибо большое. Не вас делаю. Спасибо. Спасибо большое. субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok